О том, что же ждет россиян на линии фронта, в частности на востоке Украины, детальнее поговорим со спикером восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый в нашем эфире. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей, как вы лично восприняли слова Путина о частичной мобилизации? Что говорят по этому поводу украинские бойцы на линии фронта? Ну, мы это восприняли однозначно как провестник нашей будущей победы, неотвратимой, потому что это не только мы, это все западные эксперты, все западные лидеры отметили, что это жест отчаяния. После того, как не удавалось набрать уже ни региональные вот эти подразделения, ни заключенных, ни ЧВК, когда выбрали весь моб-ресурс по так называемым ЛНР, ДНР, когда уже там брали людей, которые не могли по своим характеристикам медицинским находиться в армии, они их старались туда призвать, они пошли на самый отчаянный жест, это на мобилизацию, причем она только для такой обманки частичная. На самом деле закон прописан так, что можно мобилизировать людей по всей территории России в каком угодно количестве. Вот еще интересует ваше мнение, вы уже упомянули этих так называемых мобиков из так называемых псевдореспублик ЛДНР, и мы помним, как на этой неделе и на прошлой неделе ЧВК Вагнера вербовали заключенных в российских тюрьмах. Как вы оцениваете в целом потенциал тех новоприбывших на линии фронта бойцов, и в целом чего стоит ожидать от новых мобилизованных из России? Сейчас у нас некие проблемы со связью, мы говорим с Сергеем Череватым, спикером восточной группировки войск вооруженных сил Украины, о ситуации в частности и на востоке Украины, о том, как бойцы украинских сил обороны восприняли новость частичной мобилизации на территории Российской Федерации. Сергей, вы вернулись в наш эфир, да, я спросил о том, как вы оцениваете... Да, простите, простите. Все нормально, это прямой эфир. Я хотел уточнить у вас о потенциале военном тех людей, Я услышал вопрос. Да. Да, я услышал вопрос, к сожалению, просто перервало. Ну какой может быть потенциал это? Представьте себе, если сейчас первого курса журналистики посадят на ваше место. Справится? Ну, наверное, может быть, как-нибудь тяжело справиться. То же самое, когда людей без абсолютно минимальной подготовки отправляют на фронт. Попадая в плен, мы видим, что это совсем неподготовленные люди. Кроме тех, которые еще выжили, которые были мы после 2014 года, так называемый первый и второй армейский корпус, ЛНР так называемый, там более подготовленные были, там были российские офицеры, более подготовленный личный состав. Все мобики, как вы их назвали, они абсолютно неподготовлены и не проходят даже минимальной необходимой подготовки и слаживания для ведения нормальных, адекватных боевых действий. Также они не укомплектованы техникой нормальной и снаряжением. Скажите, а многие из них погибли уже на фронте? Ну, сейчас трудно определять, потому что они же все враги для нас, они все в одной шеренге. Иногда это видно более, скажем так, мы можем заметить по какому-то элементу формы одежды, еще чего-то. Но сейчас трудно говорить, но я думаю, со временем мы эту статистику подобьют. Я просто боюсь сейчас быть некорректным. Если одним словом многие, а вот конкретную цифру из вот этих больше, чем 55 тысяч убитых врагов, тяжело сейчас сказать. Сегодня также Шойгу заявил о том, что все мобилизованные нужны исключительно для удержания линии обороны. Как считаете, это очередной обман? И все эти люди, которые прибудут на линию фронта, их, возможно, кинут на какие-то другие цели? Ну, вся политика России, обман, начиная с заявленных в начале войны, или как они цинично назвали эту карательную войну, специальной военной операции, все было обман. Сначала они хотели демилитаризировать и демилитаризировать всю Украину. Потом только ЛНР и ДНР, так называемые. И эти цели постоянно меняются. Сейчас уже к этим ЛНР и ДНР тоже добавилась почему-то часть наших Запорожской и Херсонской областей. Вся эта мимикрия, она очень смешно и неубедительно выглядит. И, конечно же, они обязательно соврут своим мобилизованным. Они будут их бросать куда и туда. Сейчас восстанавливаем связь. Сергей Череват, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, говорит о том, какая судьба ждет новых мобилизованных из Российской Федерации, что им уготовано на этой линии фронта. Сергей, вот связь у нас пропала на самом ответственном моменте. Вы как раз говорили, что же ждет этих людей на линии фронта? Куда их бросить? Их ждет три варианта. Если повезет плен, если чуть меньше повезет коллега или главный приз смерти. То есть у них есть шанс сейчас удирать от этой мобилизации. Есть данные, что уже в первых городах пошли протесты. Я думаю, это самый правильный путь. Убегать, прятаться, протестовать, не идти. А уточните, пожалуйста, какая сейчас в целом обстановка на линии фронта? Возможно, увеличилась активность неких этих вражеских войск или обстрелов на фоне заявления о тех же псевдореферендумах и частичной мобилизации? К сожалению, есть некие проблемы со связью. Да, Сергей. Замечает ли вы активность обстрелов на линии фронта в свете всех последних событий? Нет, она не сказала, чтобы она увеличилась последствия с предыдущими. Средняя статистическая такая же остается. Также противник перегруппировался, получив позорный удар на Харьковщине. Отступив он часть своих подразделений, которые более-менее боеспособность сохранили, перегруппировал Луганскую, Донецкую область. Пытается организовать там эшелонированную оборону, скажем так, не самым успешным образом, потому что понятно, что войска довольно-таки деморализированы. Но, конечно, противник, главным его таким, скажем, театром военных действий, где он еще пытается проявить какую-то инициативу на остальных, на Харьковском, на остальных направлениях, в Луганском частично, инициатива, конечно, принадлежит украинским войскам. Это Донецкая, где вот на Бахмутском, Авдеевском направлении они пытаются еще штурмовать. Конечно, силы иссякают, и главная их проблема – это личный состав. Хотя и техники все меньше, потому что Харьковская операция позволила захватить очень большое количество военной техники. Довольно-таки одни из последних их разработок, там БТР-82, Тигры и многое другое. Станции РЭП, станции, зенитно-ракетные станции. Скажите, а эту технику можно сейчас уже использовать или она требует некого ремонта и обслуживания? Там есть разные, в разном состоянии она нам попалась. Очень часть уже используется. Часть сейчас наши специальные логистические службы. Да, на Харьковском направлении, после того, как произошло контрнаступление вооруженных сил Украины, мы помним, российские оккупационные войска бежали из области. Некоторые военные спасались тем, что уезжали просто из Харьковской области на велосипедах мирных жителей. Сергей, вы говорили о состоянии той техники, которая удалось взять и которая стала трофейной. Часть из нее уже работает против противника? Да, часть работает. Часть сейчас перераспределяется. Логистика наша принимает решение, какие подразделения на каких участках фронта укрепить. Нам очень легко ее использовать, потому что в основе, так все равно, советская конструкторская школа, на основе того же БТР-80, танки схожие, которые, ну, Т-72 и новые, они похожи. И наши бойцы очень быстро и командиры разбираются с ней и ставят ее в боевые порядки. И если уже нам не составило труда изучить немецкую или американскую технику, то эту, постсоветскую, довольно быстро найдет вход. Уточните, пожалуйста, накануне британская разведка писала о том, что сейчас оккупационная армия теряет свое превосходство в воздухе. В последние дни украинские силы обороны часто сбивают самолеты вражеской авиации. Насколько сейчас активна эта вражеская авиация на том же востоке Украины? Нет, они пытаются наносить удары, но у них нет даже намека на превосходство в воздухе. Они действуют в основном, подлетая в минимальной доступности к нашему ПВО или к нашему истребителю авиации, нанося удар и стараясь быстрее уйти. Потому что уже наше ПВО, которое работает с зенитно-ракетными комплексами, сухопутные войска, у которых есть переносные зенитно-ракетные комплексы. И также наша истребительная авиация довольно сильно изучила их тактику, очень хорошо ее знает. И в принципе, я бы их авиацию, если не исключил, то очень минимизировал их влияние на динамику боя. Очень определяюще, я бы сказал. По всей линии фронта украинские силы обороны сейчас уничтожают боесклады оккупационной армии. Сегодня произошел хлопок в Луганской области. Сергей, расскажите, пожалуйста, удалось ли этим всем, этими всеми действиями, погасить тактику огневого вала, которая использовалась армией противника? Я думаю, что мы близки к этому, чтобы ее погасить. Еще у них, конечно, есть довольно большое количество боеприпасов. Но взятие Купенска, большого логетического такого хаба, через который они поставляли на оккупированные части Харьковщины и Луганщину боеприпасы, оружие, технику. И также постоянные удары по их складам в глубине обороны, где часто они не ждут этих ударов. Но работает наша разведка, работают наши дроны, и работают прекрасно наши ракетные войска и артиллерия, которые уже для них стали притчей воязыц. И поэтому все это системно, я думаю, в ближайшем времени позволит забыть им, что такое огневой вал. Сергей, еще хочется у вас поинтересоваться тем, что находят на позициях российских военных после контрнаступления вооруженных сил Украины. Мы часто шли и в перехватах об ужасных условиях на линии фронта, в частности старой экипировки или ее полном отсутствии. Как считаете, еще в зиму вот этих всех новых мобиков из России будет чем снарядить? Я думаю, что, как всегда, показуха и аллергизм вот такой показной, когда все губернаторы, все губернаторы, все округами отрапортуют, что мы обеспечили на 120% и что лучшее качество в мире, аналогов нет. На самом деле то, что нам попадается как трофея, но очень низкого качества, начиная от ихних пайков, заканчивая формой одежды, которая очень воспламеняется от огня и некачественно, и плохо держит тепло. Так что я думаю, я сомневаюсь, что они быстро наладят лучшее оборудование, чтобы делать лучшую качественную одежду, амуницию и какие-нибудь другие вещи, которые быт солдата улучшают. Сергей, уточните, пожалуйста, чего ожидаете на линии фронта со сменой погоды? Скоро на востоке Украины дожди обещают и понижение температуры. Как это все может помочь украинским силам обороны и негативно повлиять на российскую армию? Ну, конечно, дожди и слякоть, они фактически минусуют какую-то возможность серьезных наступательных действий. Поэтому, конечно же, это... Сейчас восстанавливаем связь. Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск вооруженных сил Украины. Говорим о том, как смена погоды и сезонов года, в принципе, повлияет на обстановку на фронте и на лифронта. Да, Сергей, вы снова с нами. Да, да. Я говорю, погода, если будет дождливая, конечно, она серьезно минусует возможности по наступательным действиям противникам, чем мы воспользуемся в свое время. Но я думаю, до этого времени украинские войска успеют доказать, что в контратаке они показывают серьезный результат, как это было на Харьковщине. Где это будет? Пусть это будет сюрпризом для врага. Скажите, оперативное командование ЮГ сообщает, что в Береславском районе был сбит друг Камикадзе, Шахет-136. Отмечается ли работа этих иранских дронов сейчас на востоке Украины? Были ли они сбиты там? И в целом, что вы можете сказать об этом виде дронов? Ну, пока из того, что я еще не могу вам подтвердить у нас сбитие этих... Да, сбитом российском самолете Дроне Камикадзе Шахет-136 сообщает служба по связям с общественностью Воздушного командования ЮГ. В 17 часов в Береславском районе Херсонской области накануне зенитно-ракетная Одесская бригада Воздушного командования ЮГ сбила этот штурмовик Су-25 и иранский дрон Шахет-136. В восточной части Украины еще не было подтверждено ни одного, Сергей? Мы тогда не можем подтвердить, обязательно мы его покажем и расскажем, если когда уже будет точное подтверждение. Но из того, что удалось узнать, из общения с коллегами, из нашими зенитщиками, кто их видел, эти шахиды, можно сказать, что он довольно шумный и я так думаю, что в дальшее время наши зенитные подразделения выработают эффективную тактику противодействия такого рода беспилотным аппаратам. Сергей, спасибо вам большое за эти комментарии. Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, был с нами в прямом эфире.